Итак, Надя в своей презентации уже упомянула тему первично множественных новообразований, раковых заболеваний. Это на самом деле очень важная тема для той информации, которую мы предоставляем из наших раковых регистров. Я в таком работала, и наши коллеги всегда нам старались объяснить, что это очень важно различать между одной опухолью и двумя различными или несколькими различными опухолями. Это очень важно для лучших результатов лечения, для выживаемости и для исключения возможности вторичных заболеваний после излечения. Так что да, бывает более чем два различных раковых заболеваний у одного человека и даже больше, и порой достаточно сложно различить, либо это одна опухоль с метастазами, либо это несколько различных раковых заболеваний, либо это рецидив. Поэтому существуют некоторые правила и руководство, которые позволяют это уточнять и предоставлять хорошие данные, которые годятся для сравнения. Извините, трудно переключать, потому что я одновременно смотрю и на русскую, и на англоязычную презентацию. Итак, по определению первичное множественное новообразование – это две или более отдельных опухоли у одного человека. И чем старше ваш регистр, чем больше вы работаете, тем больше таких случаев вы будете находить в вашей популяции, потому что вы за больший период наблюдаете за людьми. И поэтому бывают такие случаи чаще, более опухоли у одного человека. И, как сказала Надя, существует несколько наборов правил и руководства для отчета о таких случаях, множественных первичных очагов. Это правила СЕР, МАИР, МЕСС. Есть несколько организаторов. Они находятся на веб-сайтах, которые упоминала Надя, и также в той публикации в книге, которую мы также упоминали, и которая, надо сказать, что некоторые улучшения, некоторые новшества были туда введены также. Итак, я буду говорить о правилах и о руководстве, и затем… Когда мы с вами будем делать упражнения, вы уже получите эти правила в распечатанном виде на русском языке, и там будет несколько примеров также практических, которые мы с вами будем разбирать и которые мы будем обсуждать. Итак, давайте мы с вами обсудим эти правила довольно кратко, но если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы, проясняйте что-то для себя. Итак, первое правило – это признание существования двух или более первичных локализаций рака не зависит от времени. Это означает, например, если вы сталкиваетесь с отчетом или с уведомлением, например, рака в ротовой полости, то… И затем у вас еще одно уведомление от одного же пациента в течение одного года, это считается один рак. Это один рак, если это та же самая локализация и та же самая гистология. Даже если эти две опухоли разделены во времени или эти два отчета уведомлений разделены во времени. Второе правило говорит нам о том, что первичным раком является тот, который возникает впервые в органе или ткани, и это не разрастание, не рецидив и не метастаз. Итак, это правило, я полагаю, вполне ясно всем, для всех, кто работает постоянно с раковыми регистрами. Я думаю, здесь не о чем говорить. Мы прекрасно понимаем, как кодируются метастазы, рецидивы, разрастания и как мы дифференцируем первичный рак или метастатический. Для этого правила также очень важно, чтобы отчетность была адекватной из ваших первичных источников, потому что если у вас недостаточно подробностей или деталей, то будет очень сложно сказать, судить. Если у вас нет, например, морфологического кода, то и это опухоль легких, очень сложно будет сказать, действительно ли это первичный рак или метастазирование. Третье правило говорит нам о том, что признается только одна опухоль, возникающая в органе или в паре органов или тканей. В основном правило гласит один орган, одна опухоль. Но с целью определения множественных опухолей мы можем рассмотреть некоторые группы кодов, вернее, группы кодов как один орган. Ну, чтобы прояснить ситуацию, например... Извините, у меня не показывает здесь кусок слайда, не отражается на экране. Это таблица, на самом деле, но она у вас будет в распечатанных хэндаутах, распечатанных раздачных материалов, которые показывают группы. Например, первая группа здесь – это коды С01, это базальная опухоль языка, вернее, основание языка. То есть это и ротовая полость, соответственно, это один орган у нас. И вот эта таблица показывает вам такие кластеры или группы кодов, непосредственно которые... И таблица показывает вам, какие коды определяются по локализации. То есть если это основание языка и еще одна область языка поражена, то это одна опухоль. У нас будет с вами время на обсуждение всего этого, и будем делать упражнение в соответствии с этой таблицей, которая будет вам роздана в распечатках, не переживайте. Затем для некоторых локализаций, таких, например, как мочевой пузырь, у нас также характерны мультифокальные опухоли. Таким образом, у нас очаги не в последовательности возникают, они мультифокальными являются, но они, тем не менее, рассматриваются как одна опухоль. То есть вот мочевой пузырь – это одна из типичных локализаций, где мультифокальные опухоли характерны. И есть некоторые исключения из правила номер 3, например. Первое исключение – это 4.1. Системные или многоцентровые раки, патогенически включающие разные органы, подсчитываются только один раз у любого человека. Например, саркома Капоши и опухоли кровотворной системы или гематопоэтической системы. Если у вас система Капоши в разных частях организма, мы все равно считаем ее как одну саркому Капоши. И еще исключение. В общем и целом мы можем сказать, что один орган – один рак. Это, как правило, наше основное правило. Но у нас может быть разная морфология опухолей в одном органе. Тогда мы их рассматриваем как разные раки. Даже если они обнаружены одновременно в том же месте, в том же органе. Если это саркома и карцинома, то это будут два разных рака, потому что у них две разные морфологии. И для этого у нас также есть таблица, разработанная в помощь. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь табличка. Ага, вот здесь табличка отражается как раз. Вот так она выглядит. Это таблица вторая, которая показывает вам, какие морфологические диагнозы подпадают под какие категории. То есть, как их можно объединить. Мы говорили с вами, что у нас есть… Если у нас две разные морфологии, то это два разных рака. Но некоторые морфологии, которые являются схожими, и мы все же рассматриваем как один рак. Например, если это аденокарцинома, это 8140, это будет один и тот же рак. И для того, чтобы выбрать, какой у нас правильный код будет, вы должны использовать те правила, которые вам объясняла Надя до меня. То есть, вы должны выбирать более высокий код, потому что он будет больше отражать специфическую гистологию. Немного сложно, на самом деле, это все, когда я объясняю вот так. Но я думаю, что в повседневной практике, если вы применяете эти правила, то все становится гораздо проще. И также вы должны принимать во внимание, что если это 17 вот здесь таблицы, в самом низу таблицы, неопределенные типы рака. Вы говорили уже о том, что некоторые опухоли должны быть кодированы в 8 тысяч. Это самые, на самом деле, нежелательные варианты. Мы должны их избегать. То есть, вот эти неспецифицированные типы рака, если у нас, например, два отчета по одной и той же опухоли, которые говорят рак груди, а второй говорит неопределенная опухоль, и, возможно, это протоковая карцинома, то тогда вы будете все-таки выбирать специфичный код. То есть, вы выбираете более специфическую гистологию. Вот это то, о чем я уже говорила. Если у нас несколько разных гистологических типов, попадающих в одну группу из таблицы 2, то регистрируется как одна опухоль под самым высоким кодом классификации МКБО. Но есть исключения. Если опухоль содержит неспецифичную морфологию, то выбор диагноза следует делать больше специфичного. Если у вас два специфичных морфологических кода в одной группе, то вы используете более высокий, более специфичный. Если один неспецифичный, другой специфичный, вы всегда используете специфичный диагноз. Вот это, так скажем, обзор правил. И после перерыва на кофе мы с вами будем делать упражнения для того, чтобы посмотреть, как можно все это применить на практике. Есть ли у вас вопросы по тому, что я рассказала? Может быть, у вас есть вопросы по тому, что рассказала Надя? Ну, если у нас нет вопросов, мы можем с удовольствием перейти на кофе-брейк. Продолжение следует...